Сегодня мы поговорим про трептофан. Тема будет очень интересна мужчинам и женщинам. Для начала подпишись на канал и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это в видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку. Ну тогда начнём. А вам часто после еды хочется поспать? Это обусловлено превращением трептофана в серотонин и мелатонин. Эльтрептофан является протиногенной аминокислотой и входит в состав белков всех известных живых организмов. В организме только 20% трептофана превращается в серотонин. Остальные 80% расходуются на выработку мелатонина, холина и неоцина. Витамина В3, трептофан, представитель незаменимых аминокислот для нашего организма. Он выполняет две основные функции. Входит в состав белков и РНК. Является предшественником серотонина, мелатонина, гормона роста и никотиновой кислоты. Длительный дефицит трептофана может привести к резким скачкам массы тела. Проблемам с зубами, дерматитом, половым дисфункциям и серьезным психическим проблемам. Можно ли увеличить потребление трептофана с помощью коррекции рациона? Конечно. Лучшими источниками трептофана являются красная и черная икра, сыр голландский, миндаль, кешью, кедровые орехи, соевые бобы, мясо индейки, гуся, курица, рыба, сельдь, тунец, лосось, скумбрия, сардины, семечки подсолнуха, фисташки, тыквы, че, льна, творог жирный, яйца куриные. Чтобы трептофан хорошо усвоился, необходимо, чтобы он вступил в реакцию с другими аминокислотами. Для этой реакции необходим инсулин. Для получения большего количества трептофана комбинируйте прием со сложными углеводами. Каши, цельнозерновой хлеб, злаки, если у вас высокий уровень кортизола, повышенный стресс, инсулинорезистентность или дефицит витаминов В9, В6, В3, магния и цинка, рекомендую добавить в рацион больше этих продуктов. Изменения вас приятно удивят. При проблемах со здоровьем обязательно посетите врача и получите качественную консультацию. Не занимайтесь самолечением.